МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На брифинге у Алматы представители Национального банка Казахстана рассказали об основных факторах о вслаблении национальной валюты по отношению к доллару США. Как объявили эксперты, этому процессу способствует несколько факторов. Один из них – это повышение процентных ставок Федрезерва США, который привел к тому, что крупные акционеры страны начали постепенно выводить средства из развивающихся рынков. Между тем, процентные ставки в Казахстане сейчас привлекают международных инвестиций. Но внешнеэкономический фон меняет инвестиционные стратегии компаний, которые более осторожно вкладывают в ценные бумаги, в том числе ноты Национального банка, и постепенно сокращают объемы и выкупают акции. Однако при этом принятая регулятором политика свобода плавающего обменного курса позволяет избегать накопления дисбалансов в экономике. Интегрированность казахстанского рынка с глобальными финансовыми рынками предполагает влияние мировых трендов на локальный рынок. Хотелось бы отметить, что цены на нефть, а также курсы валют торговых партнеров Республики Казахстан также остаются основными фундаментальными факторами влияния на динамику курса. Цены на нефть сейчас находятся в благоприятном ценовом диапазоне и оказывают хорошую поддержку национальной валюте. Почти на 20% вырос товарооборот между Казахстаном и Афганистаном. Это цифра за год. Он составил 180 миллионов долларов. В Астану прибыли афганские бизнесмены во главе с министром промышленности и торговли страны. В ходе визита прошла встреча с представителями Министерства по инвестициям и развитию Казахстана. Обсудили вопросы торговли, инвестиций, сельского хозяйства и логистики. Обе стороны выразили намерение укреплять сотрудничество и развивать двусторонние отношения. Мы хотим экспортировать в Казахстан наши фрукты и овощи, шафран, лечебные травы. Кроме этого, Афганистан знаменит драгоценными камнями, мрамором и, конечно, национальными коврами. Мы также планируем в будущем открыть специальные магазины, где будем продавать наши товары. Валютные ограничения в том или ином виде существовали в Беларуси на протяжении 25 лет. Как симптоматическое лечение. Финансовая система за эти годы пережила все болезни роста, девальвации, кризисы. Ажиотажа в скупке валюты не наблюдалось давно. Инфляция вовсе бьет минимальные рекорды. Словом, эксперты Национального банка уверены, белорусскому рублю ничего не угрожает. А значит, и валюта может вращаться в денежных кругах абсолютно свободно. Необычный пилотный проект в Армении. Социальное ведомство предложило выплачивать официальную зарплату частным няням. Половину стоимости их услуг – это около 50 долларов в месяц. Остальную часть будут платить наниматели. Главное условие – няня должна зарегистрироваться и отчислять ежемесячные социальные выплаты. Министерство труда и соцвопросов таким образом решает сразу несколько задач. Занятость незарегистрированных работников, обеспечение демографического роста, возможность мамам раньше закрывать декрет и выходить на работу. Государство участвует в оплате услуг няне 12 месяцев, начиная с первого года жизни до того, как ребенку исполнится два. В качестве няни молодые мамы могут оформлять своих родственников, например, бабушек. Если результаты пилотного проекта окажутся успешными, Министерство труда Армении сделает это постоянным. Похоже, пилотный проект «Социальная няня» год назад запустили и в России. Сертифицированный специалист по присмотру за ребенком за 140 рублей приходит в семью. Чтобы посидеть с малышом, родители в это время могут отлучиться по делам. Благодаря этой программе молодые мамы не успеют потерять свои профессиональные навыки и быстро вернуться к работе. Мы надеемся, что так супружеские пары охотнее примут решение о рождении ребенка. Новый импульс развития медицинского туризма придаст введение 30-дневного безвиза. В Беларуси ждут увеличения потока пациентов из Европы. Специальный портал для иностранцев Минздрав сделал еще в 2015 году. К 2018-му на лечение и оздоровление в Беларусь приезжает 200 тысяч иностранцев в год. Сейчас, когда заработал 30-дневный безвиз для граждан 80 государств, эта цифра станет еще больше. В прошлом году страна заработала на медтуризме 37 миллионов долларов. Эксперты уверены, теперь сумму можно увеличить, причем в несколько раз. Встретить иностранца теперь можно не только в белорусских санаториях. Страна также известна как надежный поставщик услуг по стоматологии, гинекологии, онкологии, пластической хирургии и даже самым сложным операциям – трансплантации органов. Медицинские центры переоснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет намного быстрее оказать медицинскую помощь, сократить сроки лечения. А также с учетом того, что медицинская помощь высокотехнологичная на сегодняшний день оказывается и на районном уровне. Таким образом, для лечения, скажем, иностранных граждан мы можем увеличить количество мест. В Тегеране с тревогой ожидают возобновления американских санкций после отказа США от совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе. Похоже, на улицах столицы Исламской Республики говорят, что видят в действиях Вашингтона угрозу, ухудшение и без того сложной экономической ситуации в стране. Люди склонны винить в своих финансовых проблемах Вашингтон. Экономические проблемы, между тем, называют главной причиной последних крупных акций протеста в Иране. На демонстрации звучат и политические лозунги, в частности, отставки высшего руководства страны. Пять новых самолетов получила из Европы иранская авиакомпания Iran Air за день до вступления в силу новых санкций США против Ирана. Лайнеры производства франко-итальянской компании, недавно испытанные в Тулузе, предназначенные для региональных полетов на короткие дистанции. Таким образом, Иран получил уже 13 из 20 самолетов, заказанных в апреле прошлого года, когда санкции в отношении Исламской Республики были приостановлены в соответствии с ядерным соглашением. Сумма сделки составила более 500 миллионов долларов. Но нынешний президент США Дональд Трамп счел соглашение, заключенное его предшественником Обамой, несправедливым и неограничивающим ядерные амбиции Тегерана. 8 мая он подписал меморандум о возобновлении санкций против Ирана, с тем, чтобы они вошли в силу через три месяца. Под санкции попадают и другие страны, сотрудничающие с Тегераном. Против выхода из соглашения выступил Евросоюз и Россия. Арест американского пастора в Турции привел к санкционной войне стратегических партнеров. Анкара приняла ограничительные меры против США в ответ на санкции, которые Вашингтон наложил на двух турецких чиновников из отдела священника Эндрю Брансона. Президент Турции Реджи Пердаган с возмущением говорил о позиции США. Американский пастор Эндрю Брансон находится под арестом в Турции с осени 2016 года. Его обвиняют в шпионаже и в содействии терроризму. По версии следствия, священник сотрудничал с организацией проповедника Фитхолаха Гюлина, который турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота. На днях США заявил о серьезных нарушениях прав человека в деле Брансона и внес в черный список турецких министров юстиции и главу МВД. Эта новость обрушила курс национальной валюты Турции к доллару до рекордного минимума. Сегодня я распорядился, чтобы были заморожены все имеющиеся в Турции счета американских министерств юстиции и внутренних дел. Турция не будет терпеть подобные попытки оказать на нее влияние. Саудовская Аравия замораживает все торговые и финансовые операции с Канадой. Таков ответ на открытое вмешательство во внутренние дела королевства, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Кроме того, ведомство дало сутки канадскому послу на то, чтобы покинуть страну, и отозвало своего деп-представителя из Оттавы. Недовольство Эр-Риада вызвало то, что накануне канадские власти потребовали немедленного освобождения арестованных гражданских активистов. В их числе известная правозащитница Самар Бадави, ведущая активную борьбу с дискриминацией женщин. За последние месяцы в стране были задержаны по меньшей мере десятки активисток, которых обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности и с вговоре с враждебными королевству странами. Свое беспокойство за их судьбу высказывали лично глава правительства и министр иностранных дел Канады. Принятые Эр-Риадом меры они пока не комментировали. Редактор субтитров А.Семкин